Здравствуйте! В эфире информационная программа «Шарейна» в студии работает Аим Женес. Президент Касым Жумар Тукаев обратился к народу Казахстана и озвучил дату проведения внеочередных президентских выборов, которые состоятся 20 ноября 2022 года. По словам главы государства, данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы. Также Касым Жумар Тукаев заявил, что государство будет строго придерживаться принципа «сильный президент», «влиятельный парламент», «подотчетное правительство». Сегодня состоялась внеочередная седьмая сессия Абайского областного маслехата. На сессии были подняты вопросы внесения изменений и дополнений в решение Абайского областного маслехата от 6 сентября 2022 года об областном бюджете на 2022-2024 годы с участием Акима области Абай Нурлана Уранхаева. На седьмой сессии рассмотрены вопросы о принятии государственных обязательств по проекту организации санаторно-курортного лечения на базе семейского медика социального учреждения санатория Карагайлы. Для отдельных категорий населения и о принятии государственных обязательств по проекту реконструкции детского сада «Тополек» на 120 мест в городе Курчатов области Абай. Главным и основным вопросом, поднятым на сессии, о внесении изменений и дополнений в решение маслехата области Абай от 6 сентября 2022 года об областном бюджете на 2022-2024 годы. Рост и перемены в новой созданной области Абай имеют уже свои заметные результаты, и это не может не радовать. Мы рассмотрели основные вопросы, стоящие перед нами в настоящее время, а также получили отчет о бюджете и прогнозировании на 2022-2024 годы. Нам предстоит еще много работы, и мы должны продолжать интенсивную работу в целях улучшения и решения проблем. Уважаемые депутаты, вашему вниманию представлен проект по уточнению областного бюджета на два года. В представленном проекте из бюджета Восточно-Казахстанской области выделено 248 миллионов тенге, в том числе областной бюджет 204 миллиона. Бюджеты районов и городов 43 миллиона тенге. Структура областного бюджета собственными доходными источниками 8 миллиардов тенге. Трансвектор из нижестоящих бюджетов 24 миллиарда тенге, субвенции из республиканских бюджетов 23 миллиарда тенге. Кроме того, трансвекторные кредиты из вышестоящих бюджетов составляют 73 миллиарда тенге, внутренние займы 8 миллиардов тенге, погашение бюджетного кредита – 6 миллиардов тенге. В общем, объеме бюджета 15,5% составляет бюджет развития, то есть 31 миллиард тенге и 84,5% – это текущие расходы. Помимо основных вопросов повестки дня, учредитель областного масляхата Серик Байгалиев представил депутатский запрос по пяти вопросам. На комиссии я представил свой запрос по водоканалу, поднял второй вопрос про комару, борьба с которыми должна начаться уже сейчас, чтобы к весеннему сезону мы были готовы. Третий вопрос на тему образования, в том числе школа, ремонтные работы. Четвертый вопрос по поселку Шуах в Жарминском районе, где проживает 200 семей, более 1000 человек. Пятый вопрос. Надо поднять вопрос о незаконном строительстве дома по улице Шмидта, Утибаева, в городе Семей. Уже на следующей сессии масляхата вопросы, предложенные депутатами, будут обсуждены и рассмотрены депутатами для выявления ответов и решений. Мадина Кадыргожна, Марат Саимбаев, информационная программа «Шарина». Республиканский благотворительный фонд САБИ подарил городу, укомплектованный современным оборудованием, Центр робототехники. К официальному торжественному открытию приехали основного телефона Асель Тасмагомбетова и Кинес Ракишев. Аким области Абай Нурлан Уранхаев прибыл, приняв участие на торжественной церемонии. Подробности в нашем видеоматериале. Общая площадь центров семей составляет 75 квадратных метров. Проект финансируется и организован благотворительным фондом САБИ. Аким области Нурлан Уранхаев отметил, что вовлечение детей к новым технологиям является важным направлением инновационной отрасли, которая имеет большую перспективу в будущем. Наша область рада и готова к сотрудничествам по всем проектам, которые помогают детям получить новые знания и реализовывать свой потенциал, отметил Аким области. И ребенок, ребята, обучаясь, конструируя роботов и робототехнические системы, еще обучаются разрабатывать алгоритмы и программы для того, чтобы управлять этими роботами. То есть ребята обучаются междисциплинарным сегментом, так же? Да, все верно. То есть они развивают еще это направление. Ну и это во-вторых. Ну и в-третьих, конечно, обучаясь в таких центрах, бесплатных центрах, у детей шикарная база для будущих востребованных профессий. Вообще я считаю, что такие центры, бесплатные центры детей, должны быть в каждом городе нашей страны. Директор Дворца творчества детей и молодежи дал комментарий по поводу открытия класса в его учреждении. Ученики класса робототехники, так же каждый из них отметил профессионализм и умение работать с младшим поколением своего преподавателя. Дворец творчества детей и молодежи является одним из крупных нешкольных организаций в городе Семей Абайской области. Также она является многопрофильным предприятием, потому что у нас занимается 4400 детей по 10 направлениям. Это художественно-эстетическое, музыкальное, информационное, военно-патриотическое, техническое. И вот одним из направлений у нас открывается IT-технология. На данный момент у нас есть начальные классы по конструированию из лего. Именно вот этот кабинет нам подарил благотворительный фонд САБИ, президентом которым является Тасма Амбетова Асель Имангалиевна. Они выбрали нас среди учреждений образования, потому что, наверное, я так думаю, что у нас доступно для детей, то есть в школе есть такие кое-какие ограничения, а у нас есть более доступность. У нас занимаются ученики разных возрастных категорий, начиная с самых младших, это 6 лет, и до 18 лет. Получается, у нас есть различные ступени обучения, то есть самая младшая ступень, то есть у нас получается конструирование, то есть комплектами лего, техническими комплектами лего-майн-стормс. Следующая ступень у нас идет программирование. Тут дети уже учатся программировать на компьютерах с различными программами. И третья ступень у нас идет уже ТД-моделирование. Для младшего, где дети создают модели трехмерные, получается, и в конце уже распечатывают их на ТД-принтере. Мое имя Утрабай Ферман, я ученик нашего учителя Андрея Рамудовича. Этот кабинет круто сделан, и он хороший педагог. Нам хорошо объясняет об этих конструкциях всех. Меня зовут Асужанов Минжан. Я ученик Андрея Рамудовича. Я занимаюсь программированием. Создаю программу для роботов и для другого. Андрея Рамудовича очень хорошо объясняет, что, как мне сделать. Может, подправить меня, помочь. Мне очень нравится у него заниматься. Фонд вот уже 20 лет реализовывает благотворительные проекты во всех регионах. Асель Тасмагамбетова указала, что идеи масштабирования центра по всей стране не являются случайными. Как оказалось, согласно исследованиям марки «Ресерч Фьючер», глобального рынка робототехники будет расти на 22,8% ежегодно и, как прогнозируется, достигнет 214 миллиардов долларов к 2030 году. Кабинет для развития детей в сфере робототехники создан третьим по счету в Республике Казахстан. До семей такие же центры были открыты фондом САБИ в Алмате, а затем в Петропавловске. В городском доме культуры впервые прошли республиканские игры «Жайдарман» в борьбе за кубок Акима области Абай. Игру провел президент Казахского союза КВН Есен Елюкен. Идея игры непосредственно связана с созданием новой области Абай и становлением семьи центра этой области. Раньше КВН проходил весной, сейчас уже выпадает на осенний сезон. Эта игра является республиканского масштаба, но, к сожалению, не все команды смогли приехать и поучаствовать. Есть планы в расширении игры и привлечении новых команд. Сегодня участвуют 9 команд, 4 из которых из других городов. «Жайдарман» – это не только КВН, это жизнь и история каждого члена команды. В игре приняли участие 9 команд из разных регионов республики. В нем приняли участие сборная страны «Элита», команда из Актоби-Актау-Уральск, сборная Павлодарской области Аксу, команда из Якибастуза «Мы-Казахи», сборная Медицинского университета семей, сборная Ускаминогорска, сборная Педагогического колледжа имени Мухтара Уэзова, независимая сборная Шатра и команда из семей «Не девочки». «Мы местные из города семей, мы участвуем со школьных лет, но мы не участвовали два года, у нас был два года отдых был, вот через два года после паузы такой, скажем так, апгрейд». «Отдых с чем был связан?» «А мы с работой, да, мы по отдельности, после учебы там работали, и сейчас вот решили просто собраться как-то». Игры «Жейдарман» учат молодежь закаляться на сцене в конкурсе «Молодежь республики», сумела изложить проблемные вопросы региона в юмористической форме. Игра пришлась по душе зрителям, по словам Бутагоса Гамбековой, у игр КВН есть перспективы в семье. «На сегодняшней игре я получила положительное впечатление. Цель моего прихода – это поддержать близких мне людей. Каждый член команды является моим другом. Ребята участвуют не только в городских конкурсах. Сборная КВН медицинского университета недавно ездили на игры в Астану. После сегодняшней игры я на 100% уверена в успехе не только команд, но и в развитии игры «Жейдарман». «В упорном юмористическом состязании Кубок Акима области Абай завоевала национальная сборная команда из западной части Ак-Тубе, Ак-Тау, Уральск». Мадина Кадрыгожина, Орлан Исаков, информационная программа «Шерейна». После образования области Абай в нашем городе происходят масштабные изменения. Одним из них является то, что с сегодняшнего дня в специализированном центре обслуживания населения города автомобилисты стали присваивать государственные номера 18-го региона новым зарегистрированным автомобилям. Автомобили, которые ранее были поставлены на учет, продолжают ездить со своими номерами. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова